В Турции на чемпионате по лёгкой атлетике Кот занял почётное третье место в забеге на 100 метров. В соответствии с результатами по фотофинишу, Котик, который бежал до конца вместе с остальными участниками, пересёк финишную прямую третьим. Организаторы заявили, что случайный участник соревнований мог бы претендовать на бронзовую медаль, но, к сожалению, скрылся в неизвестном направлении. Все побежали, и я побежал. Да он, наверное, на круг почёта побежал потом. Надо было наградить парня. Ход о матери-героине. Чернила закончились. Шведский стол. Пушистый осьминог. Что смотрите? Идите через другую дверь. Ты что снимаешь? Все в сборе. Фотографируемся для семейного альбома. На первый-второй раз считайся. Яркая семейка. Я сильная, я справлюсь. Спим на ходу. Десять шерстяных тиранов, которые сразу дали понять, кто в доме хозяин. Если ты не спишь с Эмми, ты не спишь вообще. Я случайно разбудил, а его передвинув ноги. Моя очередь играть, человек. Три минуты назад они оба спали. Каждый раз, когда я пытаюсь уйти из дома. Хотел пособирать пазлы, человек? Не сегодня. Занавеска уже так и лежала. Да, здесь удобно. Да ладно, чистку зубов переоценивают. Миниатюра. Я, будильник и дела. 6.30, 7.45, 7.15, 6.58, 7.01. Алло, здравствуйте, я не приду. Когда вы с котиком, одна команда. Я посвящаю вас всех в рыцарей круглого лотка. И да, я приветствую вас, посвященные рыцаря. Меня зовут Алексей Сова. И сегодня у нас новый выпуск Мемозга с котиками. Погнали в бой. Иногда, сидя на работе, хочется позвонить своему коту и спросить, как у него дела. Покушал ли он, поиграл, не скучает ли. Полицейские из Порт-Лавака, Техас, решили, что в их отделении не достает пушистого офицера. И взяли кота из приюта. И теперь он всех достает. Пара-пара-пам. А, тут продолжение. Он вошел в участок, будто всегда был тут начальником. И естественно, все стали звать его капитан. На пушистого возлагалась ответственная миссия обеспечить безопасность горожан и мудро организовать работу отдела. Капитан осматривает внешний вид патрульного офицера, как самый настоящий перфекционист. Достаточно ли на нем шерсти? Начальник отдела на фото. Да вы и сами его видите. Этот вещдок пахнет очень любопытно. Оставьте, я с ним разберусь. А вы не слишком тут защитились, патрульный? Внезапная инспекция в оружейке. Капитан заглянет в каждую щель. Экскурсия школоты. Чего вы хотите увидеть в первую очередь? Капитана. Они точно ушли. Очень шумные подозреваемые. Я буду немного скучать по ним. Кофе принеси. А по-хорошему попросить нельзя, что ли? Кофе принеси. По-хорошему. Когда случайно уснул днем и проснувшись, пытаюсь понять, какой сейчас день. Потерянный день. Потому что котик и есть твое личное пространство. Вас беспокоят голоса внутри? Меня беспокоят голоса снаружи. Внутренние меня как раз пытаются успокоить. Я покупаю себе новую одежду. Мои коты через пять минут. Теперь это наше. Когда села на диету? Держи меня там котлеты. Ты такая умная и начитанная. Да нет, я обыкновенная. Это ты идиот. Котик толстый сян. Самый ленивый в мире кот. Спит он по 16-20 часов в сутки. Дорогой, мне надо уехать на две недели. Хорошо. А ты не хочешь спросить, куда и зачем? Счастья не спрашивают, откуда оно свалилось. Как корм подорожал. В смысле, теперь буду мышей ловить? Привет, что делаешь? Читаю Булгакова. Это тот, который про Волан-де-Морта написал. Хорошо, что ты красива. Как же я хочу двойника. Думаешь, двойник будет ходить на пары вместо тебя? Ну да. Ага, будете вместе лежать и кричать «хочу тройника». Девятилетний я, после того, как стоматолог сказал, что я очень смелый. Улыбки без зуба не хватает. Что-то очевидное. Просто существует. Философы. А в чём смысл? Шестилетний я, после того, как родители наругали и надавали по попе. Вот умру и пожалейте. Я, когда купил в магазине жвачку по рублю, а потом продал пацанам во дворе по два. Бизнесмен. Лёг днём поспать. Да, звоните мне все, узнаете, как у меня дела. Спросите, что делаю, когда будет конец света, как зовут комара, откуда берётся пыль. Невероятное расписание котика на сегодня. Щупи-щупи-щупи. Щупи-щупи-щупи. Пора кушать. Когда надо работать? Я пал, я сломлен оказался ленью, и где-то прямо тут упал, приняв позицию тю ленью. И лампа не горит, и врут календари, и если под одеялком хорошо тебе сидеть, сиди. Берегите самое ценное. Котиков, да. Не, ну собачки тоже крутые. Кофи-неделька. Кофи-дельник. Кофи-вторник. Кофи-да. Кофи-верк. Кофи-атница. Кофи-бота. Кофи-сенья. Когда пытаюсь вырваться из рутины будних дней, а кот справа походу смирился. Ну там справа, видите, такой серый полосатик. Это же ещё один кот, или мне показалось? Друг, зачем тебе пять мониторов? Это же полный бред и пустая трата денег. Я. Пользовательское соглашение. Ты доверяешь мне? Я не прочитал ни слова. Да. История браузера в 12 дня. История браузера в 12 ночи. Знаете что? А впрочем, хрен с вами. Смерть. Я заберу тебя. Человек. Нет, нет, только не это, я сделаю что угодно. Смерть. У тебя есть только одна возможность остаться в этом мире. Ты будешь всю оставшуюся жизнь учить матишу. Человек. Я передумал. Как отличить интроверта от экстраверта? Экстраверт спокойно смотрит видео или слушает музыку без наушников рядом с людьми. Если рядом с ним садится человек, он никак не реагирует. Интроверт же всегда в наушниках и даже с ними уходит в другую комнату, если рядом много людей. Когда к нему приближается человек, он мгновенно выключает телефон. Отойдите пожалуйста, мне некомфортно. Когда идешь в школу, разбираться почему младшего братишку ругают за то, что он добавил зеленку в кастрюлю с киселем в столовке. Кто там говоришь тебя спалил, Санек? Не надо добавлять зеленку в кастрюлю с киселем в столовке. Я тут стоя полежу, ладно? Лежа постою, на птичек посмотрю. Я громко зову кота. Кот не идет. Я тихонько шуршу вкусняшкой. Кот. Я есть скорость. Я слегка поперхнулась, но на всякий случай погуглила симптомы. Интернет. Вам крышка. Вот скажи честно, что ты ко мне испытываешь? Терпение. Громадное терпение. Наташ, нам нужно серьезно поговорить. Почему с недавних пор ты так много времени проводишь у меня дома? Зачем тебе две подушки? Ну как, на одной спишь, а вторую обнимаешь. Крестная фея, я хочу себе дракона. Может что попроще? Тогда хочу жрать и не толстеть. Какого цвета дракона ты хочешь? Я покупаю однопроцентное молоко и ставлю его на зарядку. Молоко. Ты дебил, да? Походу да. Педа реку вод ментов. Перевод документов. Ага. 2040 год. Отдых в Китае. Мой сын. Папа, смотри, они здесь едят летучих мышей. Кто бы мог подумать? Я. Я расплачиваюсь на кассе, приложив телефон. Бабка в очереди. Как? Когда съел лодку меда. Лодку меда. Я думаю здесь ложку меда. И понял, что только что ты съел работу всей жизни 12 пчел. Какая же ты все-таки тварь. Шестилетний я звоню своей маме, чтобы сказать, что я скоро умру, потому что случайно съел 4 витаминки вместо 3. Капец, что я натворил. Люди, которые зевают с открытым ртом. Люди, которые зевают прикрыв рот рукой. Люди, которые зевают с закрытым ртом. А это возможно? Я в 3 ночи. Пф, да кому вообще нужен этот сон? Я в 6 утра. Мне. Почему ты опять опоздал? У меня уважительная причина. Это еще какая? Я какал. У меня 2 высших и магистратура. Я мечтал. Ого, ничего себе. Ну ладно, держи листовки и надевай костюм морковки. Училка. На завтра нужно прочитать 1 параграф и 2 упражнения устно. Я. Ну, значит ничего не задали. А я вот знаете сейчас, друзья, что понял. Почему мои ролики такие крутые? Потому что я не задаю вам домашки. Вы можете смотреть мои ролики вообще без остановки и не делать никакую домашку. Ну, для меня я имею в виду. Для школы, конечно, делайте. Но зато пока вы делаете домашку для школы, можно смотреть мои ролики. Хи. Ну, включать их на фоне там. Если они вас, конечно же, не отвлекают. Ну, это вы сами уже решаете, короче. А вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. И тогда будет у вас вообще все круто. Сто пудово говорю. Зацените мой игровой канал по ссылке в описании. Ну, а впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok